Сейчас видно, сейчас минутку, подождите. Да, хорошо. Что-то тут почему-то не видно. Вам надо тоже, чтобы видно было? Да, я вижу вас. Ну у вас что-то так в темноте как находитесь. Лисо не освещено, а то туманное. Немного не освещено просто. Плохой свет. Так, кто вы, откуда и для чего пришли? Александр меня зовут, я в Санкт-Петербург. Пришел пообщаться. Так, откуда вы, где живете? В Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург. Ну вы, если у нас знаете порядок, то мы записываем все, выставляем в интернет. Вы не против? Хорошо, без проблем. Эта запись тоже выставляется. Слушаю, говорите. Хорошо, я бы хотел поговорить об атеизме. Как вы относитесь к атеистам и атеизму в целом? Ну как написано, Псалом 13 и 52. Это как написано? Псалом 13 и 52. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот отношение, которое Давид сказал 3600 лет назад. Я его придерживаюсь. Атеист, плохой руководитель общества, Виктор Гюго. Я с ними очень хорошо знаком. Для них ничего не существует. У каждого в душе написано, разрешено все. А там, говорится, у Достоевского, братья Карамаза, Иван Карамазов говорит. Если Бога нет, все позволено. Можно только скрыть. Поэтому судьи, оборотни, полиция, оборотни, везде оборотни пишут. Я беру из прессы. Это, к сожалению, правда. А как вы относитесь к РПЦ и почему вы из нее вышли? Это так и есть то, что они оборотни, но все равно же. Они же как-то держат в своих руках вот это вот все. А что они держат-то, когда есть церковь и действия? Когда церковь загната в угол, ничего не может. Наступают репрессии, они уничтожают друг друга. Вся Ленинская гвардия пошла под нож. 66 миллионов. Это вы курите, что ли, и во время разговариваете? Все, тогда разговор окончен. Вы что, в уме? Я буду... Да вот у вас в тумане-то я сидите. А, извините, пожалуйста. Самоубийца. Тогда разговор наш будет закончен сразу. Хорошо, не буду. Извините, пожалуйста. Покажите руки. Больше не опускайте. Время от времени так показывайте, чтобы вы не взяли... Это мерзость. Уста курящего... Вы знаете, что? Демонская кадильница, Ян Кронштадтский сказал. Я очень хорошо знаю курящих. И в камерах прошел с ними везде. Это отворотно. 12 лет жизни сразу обрезано. И последние лет 20 будешь харкать. И рак легких тебе готов. Зачем тебе, молодому человеку? Что она дает? Неестественная? Была бы труба выхлопная на голове или где. Ничего этого нет. Но нервы так... Какие нервы? Нервы нету. Нервы это дверь сатаны. Таких слов в Библии не знает. Ни святые отцы, никто. Что значит нервы? Поясните. Мне 78... Голову уже узнали. Вы еще не жили, а уже узнали. То есть вы берете то, что не надо. Зачем вам это? Пожалейте сами себя. Возраст же это не определение умственных показателей. Делающий грех из раб греха. Повторите. Делающий грех из раб греха? Все. Да, раб греха. Раб. Раб. Ты без этого не можешь. Тебе нужно взять что-то, глотнуть, затуманить мозги. И нормальной мысли человек не может, курящий. Курящий человек, он все время в дыму находится. Жженая трава. Это сатана любит, чтобы ему воскуряли. Его жертва. А ты бросить можешь? Он говорит, я бросил. Я говорю, когда? Вчера. Три года, если в рот ты не брал, можешь говорить, что бросил. А пока нет. Ты раб. Но не у всех же есть сила воли, чтобы бросить курить. Нет. Сила, говорит, есть, а воли нет. Я понял. А как вы относитесь к другим вот таким наркологическим заболеваниям, наркотикам? Я пока отвечать ничего не буду. Я только спрошу вас. Вам зачем знать это? От меня интернет переполнен всеми сведениями. Зачем вы ко мне идете с вопросами, которые вы легко можете найти и просчитать? Это огромный лиц. У меня есть ваш путь более понятный. Актура огромная. У меня порядок такой. Я отвечаю на один вопрос. А потом отсылаю к своим ресурсам. А вы ответили, что бываете на сайте у нас. Вы знаете. Там 4124 ответа я даю. Только на сайте. Тысячи. Это не два вопроса. Да, я понимаю. Разбитые. А я вот как смотрю. Какое отношение? Смотрю они, смотрю. Они умирают пачками. Больше 36 лет никто не живет. Наркоманы там и прочее. Сатана похищает души. Это же их дело. Чем им заняться? Вопрос в чем состоит? Их дело. А какое мне дело до этого? Ну вот, я про то же говорю. Чем раньше уйду, тем земля поскорее очистится от этой скверны. Некоторые так отвечают. Я знаю, что мы, вот это тело наше, голова, все это храм Божий. И в храме Божьем должен быть именно тот запах, который Бог создал, а не зловонное. А к вам приехать можно? А зачем? Не знаю, лично. В Санкт-Петербург, центральный город, бывшая столица, и ехать куда-то. И зачем? Когда вас не знают и курящие. Вы не знаете, о чем говорите. У нас написано, при въезде в деревню, везде написано, курение на территории деревни запрещается. Ну вот, значит, это хорошо. Вы видели, что я говорю, отвечая, и вы перебили. Еще одно замечание, и мы расстаемся. Зачем спрашивать, если вы слушать не можете? Хорошо. У нас везде написано, на территории деревни, не в доме. И оно не имеет никакого отношения к питанию, к пищевой промышленности. На каждой пачке написано, Минздрав предупреждает, курение опасно для здоровья. В краевой больнице везде висит надпись, курение и лечение несовместимы. То есть, их просто выписывают. Я понимаю, это хорошо. Когда так? У нас же тоже законы выходят потихоньку, что на улице, ну, не предполагается курение. Так, по делу говорите. Это вы все знаете раз сами. Что у вас за вопрос, касающийся души вашей? А что делать, если я ее не чувствую? Ничего не делаю. Вот ложись и помирай. И чем раньше, тем лучше. И все? Смердеть не будете на земле. Почему, раз вы восстали против Бога, против ближнего, против природы, против собственного тела? А зачем вы такой нужны-то? Труп ходящий. Господь говорит, гробы окрашенные. Зачем вы нужны-то? Вы хуже бродящего пса, хуже мертвеца. Мертвец зла не делает, а вы зло делаете, отравляете воздух. И все. А что больше не надо? Земля освободилась от скверны. Такого адра за хвост, да в яму. Как вы все грубо выражаете? Да нет, я отвечаю так, как есть. Вы мягкие люди, но отравляете все своим дыханием. Почему все, если только окружающие? Разрушенные браки. Уже в школе, в седьмом классе на 86% не девственница, развратница на букву Б. Но это же интернет их погубил, а не что-то другое. Я вам ответил. Вы успевайте запоминать. Спорить с тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Но если бы правило только любовь, это были бы проблемы же. Так, вам что нужно-то? Вот вы зашли. Конкретно. Конкретно ничего. Ничего нет, зря зашли. Потому что вы ничего не примете. Разум должен быть чистый. Бросьте курить, больше не приближайтесь. Не брейтесь больше. Не берите, не калечьте себя. Не будьте похожи на женщину сластолюбивую. Лесо должно быть похоже на то, как Бог сотворил. Посмотрите, как Достоевский, Лев Толстой, Кармарск. Как они выглядят? Даже атеисты. Мужчина, мужчина. Почему в доме должно быть две мамы? Не знаю. Ну не знаешь, так зачем бреешься? Подкаблучник? Неправда, нет. Вот вы спорите уже. Я сказал, запоминайте, что вам говорится. Я еще молодой. Я еще многого не понимаю. Вы молодой, уже зараженный всеми страстями. Я наоборот от них ушел. Никуда-то есть, не может уйти. Он не может уйти. У него внутри написано, можно нарушать весь уголовный кодекс. Есть государство... Это неправда. Я не отношусь к этому, извините. Вы второй раз прервали, я говорю, отвечаю. Да, извините, я просто вам говорю то, что... Нет, все на этом, я вас предупредил. Все, пока, до свидания. Я вам не нужен. Вы кричайте, пожалуйста.